Продолжение следует... 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 Чё-то пробки увёл. ГГ пищат мана. Это уже придурь у него началась в конце, потому что он понял, что уже не вытащить эту игру после дропа. Ну что, 2-0 леди бани. Хотел показать ток поддержки вам. Вот цифра. Но это за всё время, естественно. Но Кирилл пока лидирует, естественно, на первом месте. Захар 27 как-то ворвался давно, помню. Просто прилетело всё за раз. Вот такие вот дела. Спасибо, ребят, всем, кто поддерживает. Ждём вторую пару. Вторая пара у нас с Firekick и Laser будет. Получается. Чего я чай-то не пью? Корее tych раз. Катер Ап品-тюшн. Ли-я Cookie. Чёртого. Чёртого. Чёртый. Чёртым. Чёртый. 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 Чёртого. Чёртый. Чёртый. Чёртого. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Он будет жрать черную икру Даже в рифму красавец Так, все лишнее закрываю Да, что-то потери кадров тут случились Там фризанет у вас сейчас до того, как я буду говорить это Не знаю, а что за хрень, почему так Ну, вроде больше не происходит Тупника, все нормально Спасибо, ребят, всем за поддержку Спиритолог, здорово Спасибо за информацию, братвич Все работает отлично Соули, здорово Всем здорово, ребят Короче, сейчас ЗВЗНчик Потом победитель Бани с победителем ЗВЗНчика Вот Ну, кстати Низфайеркейк, например, победит Мне кажется Бани не сможет Дзерга одолеть Ну, как и с зергами Последнее время не очень Так, стримы и есть Моя постоянная работа Четко от файеркейк пропал Кстати, да Забыл о репке попросить на первый StarCraft постримить Уже, кстати, в эту субботу Кай седьмая неделя Там все, 8 Уже скоро плей-офф будет в турнире Это замечательно Я не знаю Сейчас давайте посмотрим На какие бы эти ставочки в сеть есть Даже без понятия, что за коэффициенты там Сейчас Ну, кому это интересно Делайте ставки, естественно Вот Так, сейчас, секунду Еще раз Возьму текст А то текст не взят Файеркейк и лейзер 2.2.8 Но и лейзеры 3.2.2 недавно было Сегодня, кстати На кого-то Бьяло Пробрил, по-моему, кто-то Да, там С 3.2.2 Вот Ну, а Да тут, мне кажется, Файеркейк Фаворит Я-то фантики сейчас запилю Пусть будет на файеркейка Так, твист сейчас проверю. Все нормально, все работает вроде. Да, лайф 16 человек смотрят, смотрите на здоровье. Всем спасибо, ребят. Заходит Firecake. Понемножечку. Стрим все матчи. Я стараюсь все стримить, но отдыхать-то она тоже когда-то. Что за система проотговаривает сообщение доната? Это наша система на Гудгейме, она присутствует, то есть через гагаплеер. Это происходит, когда тогда и проговаривается. Так, ребятки, погодите. Так, нет, мне ничего вывести нельзя, потому что я сотрудничаю с кипбетом. У меня не просто как бы за то, что сотрудничаю, выводит фиксировано. А это просто так, как бы у меня осталось со старого. То есть я его меняю. Так, если на турнирах с задержкой ты ставишь на выигрыш определенные карты, как доставки. Ну, вылет, там жалоба, не знаю, как его. Ну, а что ты хочешь? Я чуть не понял. Что-то я не понял, если на турнирах с задержкой ты ставишь на выигрыш определенной карты, когда ставки еще открыты. Про задержку немножечко не понял. Сорсерер поддержал ваш канал на сумму 100 рублей ровно. Спасибо за стрим, Помич. Пусть все эти евро-бомжи под твоим строгим надзором наконец начнут показывать настоящий Старкрафт. Спасибо, Сорсерер. На евро мне пофиг, а вот на наших ГОСУ СНГ будем поддерживать. Так, наконец-то в фаеркей пришел. Жакир говорит, сделай голос мужика. Создай свой канал на ГГ и сделай там голос мужика. У нас Джейн говорит, уже все привыкли. Вот. Так, секунду. Все, начинается игра. Прошу прощения. Ларус, в доту пробовали я играть? Я играл в доту, в клубе в первую еще, когда никто и не знал о ней, наверное. С пацанами. Да и во вторую где-то с год назад играл со своими друзьями. Но там это забейте. Дно гейминг, как бы кто чего, кто упорот, кто что там. Связи нет, кто может по скайпу говорить, кто нет. Короче, я удалил ее год назад и совершенно об этом не жалею вообще. Ну что, здесь хатка у Элэзера, газ пул у фаеркика. Посмотрите. Фаеркика, газ пул с мейна. Залетает Элэзер. Сейчас все спали. Ох, студио, привет. Помощь дизайнера. Мне уже отписал человек, что может, ну, сделает мне все как бы. Но, блин, надо, кстати, муиджир. Если ты смотришь, что-то я, братья, забыл. Надо будет в скайпе как-то сконнектиться. Вот. Что-то сделать. Сули, какая еще сковорода. Знаешь, я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Продолжение следует... Так, Беллинг Нест. Здесь тоже Беллинг Нест. Мувы почти одинаково. Короче, никто не нападает. Смотрите, закончилась четвертая карта. Игроки ждут пятую, уже игру запускают. На стриме показывают еще конец игры и сразу открывают ставки. И вот здесь стоит момент. Не понял, ставки на что открывают. А, для тебя матч начался. Не начался на стриме, этого не видно. Но практически уже стартовал. А, типа ты запилил как бы. Ну я понял тебя. Ну да, как-то не очень это. Ну а что тут поделаешь? Я не знаю, как на других это все делается. Ну да, по идее, если уже аннулировать, типа, потому что поздно поставил, так все надо аннулировать. Тогда получается. Так, врываются бэйны. Тут пытается фаеркик подгрызть. Точнее лейзер пытается фаеркику подгрызть. Но фаеркик пока держит. Но это только пока. Есть один бэйлинг. Одного бэйлинга. И лейзер пытается минуснуть. Он сам в итоге минуснул. Здесь четыре лингов. Тот сейчас разведет бэйлингов-то. Двадцать два линга еще фаеркик заказывает. И у лейзера на пять дронов больше. Это уже третья хата. Так, все урывается там, взрывается. Ну, Рево тоже стримит, как бы, эту всю тему. Может, просто его стрим на второй странице находится. Так, насчет ксов я не знаю. Выясняйте там. Так, про дизайнера. Слушай, да нет. Спасибо, мне уже предлагали. Просто некогда все это делать. Пока. Спасибо тебе за предложение. Думаю, что не надо в данный момент. Потому что я уже человеку говорил, что отпишу ему. Так, у фаеркика 120 пинг. Ну, ё-моё, вот это пингища-то прямо, блин. А, понял. Не-не, тут... Мама, да, тут со сковородой возилась. Ну, что, пытается тут прессовать, продолжать и лейзер. Бэйна есть у фаеркика двумя бэйнами. И лейзер взрывает четыре фаеркика. Он пищет гг. Это 1-0 лейзер. Вот это да. Ждём следующую игру. И лейзер взрывает четыре фаеркика. И лейзер взрывает четыре фаеркика. Фаеркик говорит, Когда я сыграл с револьвером, у меня был большой пинг на Европе. Револьвер, да. Пинг фаеркик у рева там подменяет. Пинг фаеркик у револьвера там подменяет. Я понял про карты. Вот. Это печально. Пинг фаеркик. Пинг фаерка. Пинг фаерка. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Субтитры сделал 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 DimaTorzok Еще дрончиков подстраивает DimaTorzok 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 Может завтра покатаю водой рукой еще. Так, вроде поднялся твич, скоро запилю за 5 баксов в месяц. Завтра, наверное, напишу человеку за 5 баксов в месяц, независимо, чтобы на север все потоки шли. У меня твич, правда, не открывается, хрен знает. Не могу понять, почему. О, открылся, наконец-то. Да, пошел вроде твич, не знаю, что произошло там. Так, а, кстати-таки, ёптана, что у нас сегодня было-то? Цифра-то неверная. А-а-а. Баня говорит, что у меня интернет немного нестабильный, потому что у меня есть шанс, что я дисконектнуюсь. Гум, на виде запись сохраняется ли ТВ, я без понятия, честно. Не знаю, может сохраняется, может нет. Так, а СЛ идет, Блай там с кем-то бьется, смотрю, кстати, говоря, сейчас. А с кем там Блай бьется-то? ХЗ, не могу найти сетку, если кто-нибудь найдет, скиньте, пожалуйста, сеточку на ту, где Блай с кем-то там бьется. А с кем-то там бьется. Так. Раскатает, думаешь, и лейзер кролика. Ну, посмотрим, Баня. Баня такой игрок, он то всех убивает вообще жестко, то проигрывает всем, фиг поймешь его. Пойдем. revай. Глазборно, так Tan. Пойдем. 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 Изи будет, смотри, как бы С черной икры на коруду Не слезь бы Обратно Так Заходим в игру ТВЗ-шечку будем смотреть Манч у Леру будет Мана с Файер Кингом играть Это будет ПВЗ у нас Что у нас на киватике Давайте глянем Банни фаворит против Элэйзера 2.70 коэффициент на Элэйзера Ну раз вы говорите Элэйзер красавчик Придется мне фантиков пилить туда Придется так сделать Кому интересно Запиливайте А это что за турнир Так Тинг квали А это тинг квали Завтра ГСЛ Ребятки не пропустите Завтра точно буду стримить ГСЛ Только что со стрима Блай Блай ушел к друзьям При счете 1-1 против Апокалипса Сиса Блай дает Это финал был что ли Какой баг на Рейндж Фениксом Я что-то не понял О каком баге ты говоришь Я в первый раз слышу о нем Блай дает Нормально Одно Придется Сисклей Сисклей Осидно Сисклей 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 Продолжение следует... 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 всеми мариками и лейзер все равно пробревает бани барак горит сейчас 47 уже 42 на 56 опять же пуш затянулся но посмотрите все как получился хорошо получилось то все здесь ринге все отдались ксмками бани принимает все-таки в итоге и лимит это близки в любом случае здесь мулов нужно сбрить но новейшие мулы это минералы для бани зачем он на мэнь то их накидал мулов сбривает и лейзер и добычи в итоге у бани не останется морфится новые овера чтобы так нужно забрать все сейчас будет стимпак готовую стимпак это спасение для бани все-таки все-таки я так чувствую что и лейзеру не получится продавить потому что steam сейчас зарешает скорее всего хотя это не факт ну посмотрим ребятки сейчас что будет юнитов у лейзера достаточно много но нужно правильно дропнулся сейчас сколько у бани один смариков без щитов от не так уж много грейдов тоже особо нету линги все новые новые бегут куда дропс это главное чтобы сейчас на передропе оверов не позбивал бани это тоже очень важный момент компонент я бы сказал так линги подбегать лингов нужно за контроли куда овер это будет врываться на мейн оверы врывается плюс еще один овер летит сейчас так один овер лингов уже выгружает здесь и лейзеровский бани приходят так бани видеть что происходит нет бани не видеть что происходит королевы дропнулись линги все это бежит вперед нужно дропать прямо на муви лейзеру что он и делает бани начинает кайтить кайтит очень жестко кстати говоря бани сейчас откатил все королев нужно транс юзить обязательно иначе минус королевы будут линги заходят но линги чуть не справляются часть королев со зданиями дерется что ты делаешь чтобы и лейзер ё-моё королев передропнул все в итоге теряет здесь линги пытались ворваться а лингом не ворваться нужно вон куда было на рампу дропаться скорее всего все-таки бани эту чудо игру затащит не смог лейзер продавить просто такие качели дичайшие здесь происходит и вот из этой ситуации зерк уже не вытаскивает обычно загружаются линги еще королев нету кто будет маленький а все маленький уже со щитами это вообще печаль грейды 0-0 правда вот это да ну похоже кстати на игру когда сегодня кто у нас молодые там играли погодите ли кто недавно уж были качели такие кто там играл то ну там зерк все-таки задавил сейчас будет вам почти вот точно так же получилось со второй волны почти задавил но в итоге все-таки не задавил 70 64 по лимит здесь линги на мэйн врывается пытается его это подгрызть но не так-то просто это сделать от бани дропщик полетел сейчас вот оно забегают, опять же, ко второй базе, мейн минус, и лейзер в размен уже пошел. Посмотрите, линги с бэйнами врывать. Чего раньше-то бэйнов не добавил? Так, минки копают. О, нет, здесь с минками не получится в итоге разобраться. Бэйлинги врываются, бэйлинги взрываются, минка делает залп, моряки еле живые, но моряки падают, но в размен-то для бани выгоднее, у него медиваки, которые лечат все. У него здание летает, то есть, как минимум, в ничью он уже может сыграть. Еще и бункер здесь, да, здесь даже бункер и лейзер не может, потому что часть юнитов дерется с бункером, часть нет. ГГ пишет, и лейзер все-таки 1-0 в пользу бани. Тут бани реально на опыте тащит. Я думаю, фаеркик ты его пробрил бы. Субтитры сделал DimaTorzok. Но проиграна карта, не проигран весь матч. Надо было бейлингов побыстрее шейлайзеру сделать, может что-нибудь тогда и получилось бы у него. Причем бейлинг-нест можно было бы еще и закопку юзать, хотя не закопка, это вообще дорого. Вторая игра, поехали, лазербанни. 1.0 баня Лиерлаг сейчас. на рок точно точно фу вторая игра Если бы была ничья Так, отменили бы ставки По следующей бы карте Решалось бы Обычно так делается Ну что, через рипера, видимо, баня начинает Через одного ли только Вот это вопрос На этой карте в масс риперов обычно не играют Упгрейд КОНЕЦ КОНЕЦ Так, ребятки, ну что? Бункер у бани есть, смотрю Здесь линга мув делается У лейзера Но врываться он не собирается Линга в массе Так Ну, антихрист Просто если б я знал бы, я бы не знаю, какой там у тебя никнейм Тебя, например, модератором бы там сделал Без понятия, как на твиче это делается, честно говоря Вот Минус рипер В центре поймал Лейзер Риперка Строится танк У баня Учитывая, что танк будет, уже точно будет не продавить Вот И это очень хорошо Для тирана Ну, зерк не собирается никого нигде пушить Спорки пошли Вижу Роуч Ворон Третья почти готова Парабам 35-32 Чуть в плюсе сейчас Лейзер Так, у алингов-то слился Сюда, что ли, забежал Да, походу на танк прибежал Да, вот Три залп Минус три линга было И восемь мариков От бани полетел Очень поздний стимпак будет И одна инженерка Двухбазовый прессинг со стороны бани Насколько я вижу, будет исполняться Вот, дигнет Просто играл Который сливку-то гладил, что ли Как там, я его забыл Что-то я сам подзабыл Напомнит сейчас Три минуты пройдет И щатика напомнит Не знаю, чем занимается А, блинг 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 был, да Точно Блинг, думаю, по-моему Блинкер, думаю, какой-то Блинг, да Был такой процесс Дигнет Может, не он В Англии есть игрок Игроки Не так уж их много Но есть Блинг 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 Так, здесь Либератор Прилетает Ну Спорка Отгоняет его И лейзер 53-47 По рабам Вижу Четыре реводжера Морфет и лейзер Третью раскачал По рабочим В плюсе пока Я вижу, что здесь Да, улыновая такая От бани тема С двух бас идет Но очень важно Зайдет ли этот улыль Или нет Почему? Потому что Если не зайдет То один-один И будет шанс Выиграть вообще У лейзера А если улын зайдет То тогда беда Сейчас и лейзер залетит И поймет, что здесь Реально Пять бараков И собирается Бани прессовать И вот он залетает Видит, что бараков Реально много Понимает, что здесь Прессинг будет Вниз можно было бы Слеть Ну, через шифт Направил бы сюда Сразу Чего вниз-то не полетело Я думаю, что лейзер И так прекрасно понял Что происходит Ну, еще 8 дронов Добавляет Но все равно Сейчас реводжеры Будут строить Еще больше Так, здесь что-то Марики гуляют На муве Их сейчас, естественно Сбревает И лейзер И здесь Так, здесь по толсоверу Вкуснуть не получилось Королевы возвращаются Крип восстанавливаются Кстати, очень важно Крип держать Поближе к тирану Почему? Потому что Тогда пуш Пушить ему тяжелее будет Во-первых, вижен будет Во-вторых, он будет Бояться заходить сюда Так, минус королева Улетает Плюс позицию Быстрее и лейзер Будет занимать И камни нужно пробить Давным-давно уже И лейзеру здесь Почему? Потому что тогда Он сможет обходить Оппонента своего Ну С другой стороны Здесь два танка Полетели вперед Еще строятся Танк Два медивака Мариков много Все много По лимиту По боевому бане Кстати, больше У лейзера поздний 1-1 Вот на самом деле Лейзер криво Сейчас по грейдам Исполняет У него Не успеют Грейды скорее Доделаться К приходу бани Хорош сейчас Медивак Подбрил фаербольчиками Лейзер И мариков Сбрил здесь Пошел выход Да, посмотрите Вот бани идет Вперед с плюс 1 А здесь только заказано Смысл в этих грейдах Вложение Пустое Сейчас получается Сканет Сканет Сейчас бани 12 роуч Еще у лейзера Еще реводжеры Морфятся Так, танки прилетают Нужно уйти Немножко назад Сейчас может Соплай блок Еще получить Кстати говоря Роучи все больше И больше Узря камни не провел Теперь тяжело Выходить сюда Ну, занимает Позицию Лейзер Пошел вперед Фаербольчики падают Отогнал танк Сейчас дальше Один забрал Танк Ну и нужно Отступить Немножко Да, фаерболы По медиваку Бани успевает Среагировал Увел Что-то бани оверов Не убивает Странно Еще один Сроучи 135 180 Я думаю Что-то Лейзер Ёма Что ты делаешь Дурак что ли Куда ты залез 180 лимита Залез Здесь камни Как не были пробиты Так до сих пор И не пробиты Дает оппонент Сему позицию Занять Сейчас он грейды Выбьет Все выбьет В итоге Хорош Два танка Сбревает Лейзер Что-то бани Затупил Танки Не законтролил Игры может стоить Заходят Марики На хайграунд Нужно идти Отбиваться Лейзеру Вот Наконец Пошел вперед Фаерболы По нижним танкам Нужно кинуть Фаерболы По марикам Пошли Сейчас Танки Очень жесткие Дембр 120 на 133 Лейзер Просто в хлам Сейчас разваливается Вот Днина-то Блин Вообще жестко Как Кидает Игру На хрена Наверх Залез Просто Блин Камни Не пробиты Как Вообще Соображалка Вырубается Так Бани Изи 2.0 Залез Зачем-то Наверх 180 Против 130 Соклик Туда Пошли И все Очевидно Что лимита Большая Такая тема Даже Ну Нужно Понимать Это Лейзер Не понял 1.1 Вообще Не в тему Грейды Делались Как Игрил Вложения Не в тему Делались 2.0 Продолжение следует... Ну что, мана против фаеркейка, и лейзер будет биться за второе место. Ужасно, отыграл, конечно, с фаеркейком, просто ужасно. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, ребят, может кто объяснит, кто в твиче шарит? Продолжение следует... Вот здесь есть бан, а как разбанить-то, если банить? Потому что я чела забанил... А как разбанить, я хрен знает... Короче, хз, кто шарит, напишите... Как разбанить, я не могу забанить... Так... Постараться... Хз, кто шарит... Как разбанить... Так... А так... Как разбанить... Продолжение следует... 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 Ну что, вторая, четвёртая Бу-3 у нас сегодня мана против фаеркейка бьётся. Это матч лузеров получается. Так, да не, я забанил-то случайно. Проверял, как банить просто. Поэтому и надо разбанить. А так просто там какие-то опущенцы какую-то хрень писали. Вот пару человек модераторами сейчас назначил, что просто не услежу. Короче, сейчас теперь, так как твич чаще стал использоваться, у Кобрыча узнаю, запилю в чатике, вот, ну, можно ли физически туда твич запилить в чатике кобровские. Ну, а если нет, нужно будет, короче, нужно будет покупать-то чатовскую программу чужую. Там кто-то, у кого-то есть какие-то эти... Там же ещё Швиди ТВ получается, сейчас будет, туда тоже можно стримить. Так, шея. А чё мне шея-то должна болеть? Нормально вроде ш... А, в смысле, от кресла. Нет, шея не болит здесь. Хорошо. Вот, привет всем, ребят. Короче, смотрим мы... Смотрим мы турнир под названием Acer Pro Challenge. Из СНГ игроков здесь только Блай играет. Блай играл в первой группе три дня назад. Он вышел из группы, это замечательно. Плей-офф будет то ли 23-го, то ли 24-го числа. Посмотрим. Ну, и хочу анонсировать ближайшие дни, потому что ближайшие дни Старкрафта будет вот просто выше крыши, короче. Вот. Завтра GSL 12.30, потом финал турнира от Фрэша. Мотик 700 против Димаги. Постримлю я после GSL сразу. А в 18.00, если мне память не изменять, по-моему, в 18.00. У нас будет Архон Мод Шоу Матч в рамках Кибет Рейс Ворс. Там будет биться Скарлетт и Блай против Ливу Птидрога. Ну, а потом финал. Корейцы Супер против Элаева будут биться. Как-то так. Вот, Блай там уже третье место занял на том турнире. Молодец. Короче, заходят сюда адепты. На хайграунд от маны уже есть скорость атаки, но в роучи попадают эти адепты. Надо телепортировать, и люди вперед. Адепты подходят медленно, но верно, к рабочим. Здесь роучи на мэй не выходят, адепты в ловушку в итоге попадают. Минус адепты будут. Вот так вот, когда много слишком сливаешь, в итоге зерк контратакой за счет боевого лимита может убить. Здесь адепты шатают третью, королеву зашатали. Один адепт падает, и мана понимает, что пора сваливать, уходит. Адепт на ксиллагу можно поставить или через шиф прокликать, обойти. Как же мана тупит. Посмотрите, всех адептов нам унеслил. В итоге 35 дронов на 53 пробки. Конечно, по экономике все замечательно, но посмотрите, на боевые лимиты четырехкратное превосходство. Как определить это ЗВП и ПВЗ? Ну, для смотрящего от третьего лица неважно. А если ты зерк играешь с простом, то для тебя очевидно это ЗВП. А если ты просто играешь с зерком, то для тебя очевидно это ПВЗ. Так, заходит фаеркик, мана 2 оверчаржа выставляет, а они сразу же падают. Это 1-0 фаеркик. Это изи просто. Это на твиче модераторов клуб донатерами. Клуб донатеры не хотят, чтобы я назначал модераторами. Не все его хотят. Покидает мана игру, гг. На л-ковра че узнаю, просто не хочу. Никакие другие менять. Чаты, короче. Так, на аргил. Так, на аргил. Сделал тебя тоже модератором. На твиче. Только не беспредельте там тоже. Так, по делу, чтобы кто херню пишет, всякого того минусуйте. Спасибо за помощь вам, братва. Пошел н-вайт, что-то я туплю. Захожу в игру. Отлично, зашел. Так, не договорил я, кстати, про турниры. Это на пятницу. А суббота и воскресенье, насколько я помню, у нас будут отборочные к шанхайскому турниру, ВЦС турниру. Там, я не помню, как называется, ВЦС что-то там. В Шанхай будет в субботу южноамериканские отборы. Я, возможно, их постремлю, если ничего другого не будет, где наши будут биться, жойстики. Вот. И в воскресенье будет европейская квалификация. То есть, там будут биться хэппи, блай, все-все-все наши, короче говоря. Приходите смотреть. Выходные будут жаркие. Чё-то мана как-то слабенько реально отыгрывает в последнее время. Смотрю, как-то все его бреют, кому не лень. Так, бульдозер. Основной канал на Гудгейме. Вот. Идет рестрим. Но в ближайшем будущем есть планы запилить отдельно независимые потоки, как я и говорил, за 5 баксов в месяц можно налиндовать там сервер, как Кабер делает, чтобы они независимо шли с Гудгейма и на Твич, чтобы если что-то одно падает, другое все работает. Я это отпишу. Вот. Человеку. Всё это запилим. Ну, Твич надо тоже немножко раскачивать. Может, Ютуб ещё пилину в ближайшем будущем. Тяжело просто Ютуба все эти и одновременно Твичи, как бы, потому что частенько рестримы идут. Нужно отрубать всё туда-сюда. Я первый успел. Балрок, пришёл организатор главный. На Нива, я видел, что на Нива стримил недавно, на Team Liquid Stream висел его, значит, поигрывает. Я не знаю, насколько, правда, он будет врываться, но я скучаю по пригарам на Нивы немножечко, потому что хочется, чтобы его пробревали, и он пригорал. Всё-таки посмотрим. Так, кибернетчика здесь. 16 дронов на мэне, газ собирать, фаеркик, хатал. Точнее, пул пошёл. Три хаты пул билд от фаеркика. От маны был гейт Нексус. Кибернетка билд стандартный, но не самый халявный с первым Нексусом. Посмотрим, что дальше будет. Так, особо нубасен. Все реквизиты в описании, конечно, можно и там нужно. Туда даже пишут, люди присылают. Правда, последнее время на вебмане мало. Но оно существует. Продолжение следует... Продолжение следует... Ну что, Старгейтик ставится, я вижу. У маны третий Нексус пока он не запилил. Сейчас только-только пробка поехала. Сейчас будет Оракул заказан. Да, заказан Оракул. И третий Нексус будет запилен сейчас. Продолжение следует... Чтоб независимые потоки прям с компа запускать, будет жрать очень сильные ресурсы. Нексус это какой-то тоже, типа, типа опса что ли. Типа... Этой хрени. Меня и так проц не справляется с 60 фпсами и 4к битрейтом. Вот. Иногда. Так что как-то поток-то запустишь одновременно. Привет, Янг, кстати. Вот. Летает Оракул. Кстати, что он... А, два дрона минуснул Оракулу мана где-то здесь. Вот. Пытается маны где-то, рабочих, прокачать немножечко тут, поджарить. Еще одного дрона забирать. Но это все. Два раза в газ еще атаковал. Ну, ничего страшного. Газ ставится или генится понемножечку. Так, это два потока прямо из опса можно запустить к его. Насколько я понимаю. Насколько я понимаю. Не надо его будет просто. Подрезает мана Оверка Файркипу. Лимиты, кстати, одинаковые. Практически третий Нексус мана занял. Чарж, вижу, пошел. Что за сейерер за 5 баксов? Ну, мне дал Арчер контакты, вообще-то, человека. Иван его зовут. Как бы он сам, видимо, там все это делает. Хочешь, можешь мне в скайп подписать, я тебе скину тоже. А, он Арчер, здесь сам есть. Он тебе и даст, если надо. Так. Люркерден практически готов. Оракула теряет мана, как сейчас нелепо. И ничего не убил при этом. Гидрала быстренько его завалили. А в север мана видит все практически. Зырги, блин, жадные. Вот что не делать. Надо по-любому Оверсира держать. Здесь вот на рампе что-то такие всякие опсы халявные. Подбревать. Спалилась призма сейчас на Овере. То бишь, будет готов, естественно, мана встретить. Вот этих расплетить можно. Пробка запиливает в итоге. Оверсир падает. Феникс один всего. Блин, делается. Плюс два делает. Плюс два мана не бустит. А зря, очень зря. Добавляет мана сейчас шесть гейтов в данный момент. На второй базе ни фотонки ни хрена нет. Контр забегания. Может, фаеркейк много вреда мани носить. Здесь ни одного пилона. Вообще ничего нету. Ну и собирается мана прессовать. Насколько я понимаю, ну там-то люра уже во всю пилится. Так. Призму видел фаеркейк, но не готов к ее врыву. Что за бред-то вообще? Здесь несколько люров делается. Ну, ручь. Успели прибежать. Ничего много тут никак не... Нафига там не сильно железо живет. Я пускал два потока. Нормально там поджирало. Вот. Но мне сейчас даже чуть-чуть поджора нельзя. Почему? Потому что и так проседает иногда просто. А если будет хоть чуть-чуть там, то он вообще стабильно проседать будет. Так. Вот, я уже говорил. Ай-5, 4, 670к. Пошла атака. Да, вар взялков еще пошел гигантский. В общем, такой вар. Врывается фаеркейк. Маня 170к на 130к. С полями только к штормом прижарило. Неплохо здесь. Ну, по люре шторм не так работает сильно. Прям люра перекапывается ближе. Эмморталов реально. Здесь что-то у маны с перебором. Прямо. Фаеркейк отдается, между прочим, здесь. Дестабилизатор. Сейчас первый выйдет. Можно за один патрон три люра забрать, кстати говоря, сейчас. Мане. Вот он стреляет. Ой-ой-ой. Я говорю, минус три люра. Фаеркейк атака захлебнулась. Судя по всему, судя по всему, это 1-1 в ближайшем будущем. Потому что не знаем, как фаеркейк из этой ситуации будет выкручиваться. По земле вот с такой вот хренью драться. Плюс дестабилизатор уже тяжело. Королевы пришли. Здесь развалились в хлам все. Роуч есть. Новая гидра заказана. Но нужно как-то ману принимать. Кик черту роуч. Здесь имморталов семь штук. Единственное, что если победит не мана, а завозе у нас будет десайдер. Но победит в любом случае сильнейший, ничего страшного. Пошел до варп от маны на 2-ю базу фаеркейк. Пробегает фаеркейк линг гидрой. Зелки уже 7 дронов нарубили. Так и так. Более мету фаеркейк вроде как все-таки в плюсе пока. Изелков отбил. Нужно газ восстановить, добычу. Призму сбить, к сожалению, нечем. Мана 4-й нюк тут занимает. Странно, что не здесь занимает. Здесь фаеграунды могут. Может, люра напрягать очень сильно. И фаеркейк опять, кстати, вперед поломился куда-то. Хочет он очень сильно ману проатаковать. Но люркер это 4 штуки всего. И дестабилизаторов здесь 4 штуки. Ой-ой-ой. Люра копается. Пошли выстрелы. Минус 2 люра. Но 2 живые закопались. Минус еще один люр. Но один остался. Но один уже и не сможет. Тут как-то перевернуть битву. Прилетают обсержи. 154-152 в пользу фаеркейка. Пока очередным доварфом маны становятся больше. И маны разваливают. Фаеркейк и дисси-центри сплетанул. Снимочка ГГ пишет. Фаеркейк 1-1, ребятки. Фаеркейк 1-2, ребятки. В первом Старкрафте тяжело было с Даней столько заказов, тем более, что там 200 лимита и так зерку в него контролировать было. Там не пользовались такой экстра лимит 220, как во втором Старкрафте. Захожу в игру. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... В первом StarCraft в один бим 12 юнитов можно было засунуть. Прошла игра, 1-1 счет становится, но если Мана выиграет, тогда, в принципе, будет у нас не ЗВЗ хотя бы в десайдер матча, два поляка будут биться между собой, но посмотрим, что у ФРК у нас. Сможет, не сможет. Потому что люркеры всегда и были, люра, они назывались с первого StarCraft, никто никуда не превращался, ну что, тут устанавливают дронов, ФРК, будет 3хат и пулбилд, интересно, или что, посмотрим. Ну что, через гейтниксус Мана ставит, как и в прошлой игре. Третью видел, нет, третью пока не видел, газ заказывает, сейчас пул, да, 3хат и пулбилд опять от ФРК, выезжает дрон, ставится пул почему-то, почему не знаю, в этом месте. Не знаю, ФРК хочет в этом ставить, ставит в этом. Пилончик тут на мейн дополнительный пошел, все стандартно, все пока, кстати, Мана, посмотрите, сапплайблок, просто, ладно, я постоянно втыкал там недавно с этими пилонами, но я-то не играл сколько, Мана, игрок, который тренится, втыкает со вторым пилотом, ну что это такое вообще, как это называется, скажите мне. Сталкер бустится, кстати, может по потасовера подрезать, я думаю, что не особо-то подрежет там маневера. Так, Овер тут летает, что-то залетает на мейн, пытается залететь в ФРК, но Мана отгоняет, кстати. Все, Овер выжил чудом тут, нужно улететь. Флайлайт ставится. Даркшайн пошел от маны. Достаточно ранее, я бы сказал, Даркшайн, Фаеркик делает эволюшн, что самое интересное, а зачем ему эволюшн? Передроп, хоть лингов собирается, но Овер-то сбит, какие передропы? Придется теперь его для грейдов использовать, что страшного, эволюшн пригождается всегда. Минус Овер, линги выдвигаются вперед от Фаеркика. Три Овера еще строятся, это передроп, возможно, даже Королев будет в перспективе. Тогда бы делался мув, наверное бы. Так, адепта линги словили. Мув не делает с Овером у Фаеркика, очень странно. Так, здесь сталкер на рампе, что они стоят так нелепо как-то, его мана дает. Но все равно разваливает Фаеркик, не стал ломиться дальше. Кстати, сейчас будет готов, так, а как мана собирается? Пробка, что пилон-то не поставил? Пикалите, мана мог пилон сюда поставить и Дарков прямо туда варпать. Он этого в итоге не сделал. И чего, бежать со второй базы сейчас, что ли? Тайминговые спорки от Фаеркика, все, Дарки. Точно, они заходят сейчас. Пошел блинг. Третьего Нексуса что-то как не было, так и нету мана. Сейчас будет вот тут заказывать. Так, здесь линги пытаются не дать Нексус заказать. И они не дадут, между прочим, Нексус заказать. Нексус пошел. Адепт тут атакует, лингов минусует. Все, да, варп еще с тулкеров идет. Дарк прямо на мейн заходит. Сейчас мана. Начал дрончиков рубить. Нужно уйти сейчас отсюда. Лейер только заказан. Можно на вторую ворваться, кстати. Но есть новые линги и лучше не врываться так нагло. Все, выходит Дарк из рейнджа спорки. Спас мана Дарка. Можно проверить четвертую, например, вот сюда сходить. Но мана куда-то побежал, куда? Непонятно, куда? Вот эту базу можно было бы вырубить Дарком. Если бы прям сразу сюда мана бы пришел, но он не пришел туда. Вот Дарк домой уйдет. К нему братишка Дарк подварпится. Можно архончика будет слить, например. Ну или в армию он тоже. Один Дарк всегда полезен. Да, такое обнаружение есть. Он там где-нибудь может за зелками прятаться и рубить очень жестко. Потому что дэмэдж у Дарков, как вы знаете, замечательный. 45. Переводятся пробки на четвертую. Форжа у мана какая-то сверхпоздняя. Будет выход со сталкерами, что ли? Вижу, призма строится. 96.83. Пытается файеркик лингами что-то сделать. И выходит, между прочим, файеркик, я вам скажу, в спайр. То есть сейчас архон как раз-таки очень в тему для маны получается. Нужно выход делать, что мана сейчас и делает. Мазерхор остается здесь. Архончика посадил мана зачем-то. Зачем мана архончика посадил? Не знаю, зачем мана архончика посадил. Линги бегут сталкеров. Обнаруживает файеркик, контрзабегание с его стороны сейчас идет очень жестко. 10 роучи он заказывает. Так, адепты варк, оверчаж есть, пытаются на рампу прогрызться. Нужно до арка что-то на рампу ворфануть. У файеркика не получается прогрызться. Сталкеры начинают убивать оверов очень жестко. Архона нужно дропнуть. Дропнешь ты архона-то, мана, что ты творишь-то? Архона не дропает. Оверов наубивал сейчас уже не заказать. Даже мутку будет. Смотрите, роучи мана прессует. А что он к четвертой-то пошел? Я чуть не понял. Переблинг пошел. Архон летает в призме. Контроль начнется. ГГ. Не будем мы за ВЗ смотреть. Файеркик сегодня как что-то... Вообще печально играет. Привет, Растая. Простотья. Да, давно уже есть. Ну что, мана против лейзера. Польский десайдер матч. Так. 60 рублей на вебмане приходит гнусмасс. Спасибо тебе, гнусмасс, за СК-2. Спасибо большое. Ждем, пока пощеркают карты и будем смотреть уже. Так, авторизировал тебя. Все отлично. Все работает. Ну, на Twitch идет как высокая. НГГ, я так понимаю. Спасибо всем, ребят, за поддержку. Субтитры делал DimaTorzok. Субтитры делал DimaTorzok. Субтитры делал DimaTorzok. Спасибо, что смотришь. Субтитры делал DimaTorzok. Субтитры делал DimaTorzok. Спасибо. Субтитры делал DimaTorzok. Субтитры делал DimaTorzok. Субтитры делал DimaTorzok. Дальше. Субтитры делал DimaTorzok. Субтитры делал DimaTorzok. Кик что-то сегодня ужасно играет. А вот получится ли Лезера пробрить? Хороший вопрос. Не уверен я, что получится. Продолжение следует... 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 2.31 на ману Ну, значит, надо запилить на ману Файеркейк и выиграл Паряка своего кореша точно раздолбит Хотя, может и проиграть мана Ну, посмотрим, посмотрим, что будет в итоге Ну да, я после игры со мной Файеркейк на минус морали Захожу в игру Захожу 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 Субтитры сделал DimaTorzok Может все кончится сейчас, но если мана выиграет эту карту, то возможно еще и победит и выйдет, посмотрим Nexus после гейта стандартный Пробочка ездит Все контролят без газа и опенинг от Т-Лейзера, как Блай любит такой, например, опенинг Субтитры сделал DimaTorzok Так, здесь на мэнии 16 пробок все стандартно Сталкер овера принимает, но овер близок Здесь в краю уйдет, уйдет 100% Уйдет Да, кстати, одного выстрела не хватило 100% Говорю, тут мог бы и не уйти Но ушел все равно, одного выстрела не хватило сталкеру Зато таким овером уже не поврываешься Особо долго будет регенеться, он реально Здесь у нас Даркшрайн пошел, вот маны Опять же, ранний, то есть На этой карте тоже передропы, кстати Стратегии с передропами имеют место быть Три королевы есть и три строятся, кстати говоря У Элэзера что, опять собрался передропывать? Я чуть не понял Запись ФП еще не выложена, я как понимаю Так, а почему она не выложена, кстати? Буква СК плюс ФП, вот в записях там выложена На главный Есть Так, адептами тут маны разведывают, контролят Пошел лейр, да не будет передропов никаких Дарк бежит от маны издалека, кстати говоря, бежит И спорка-то только на мэне, между прочим, есть Видит Элэзер, что Дарк бежит Спорку только-только заказывает Дроны начинают кататься Занервничал, занервничал Элэзер Сейчас спорку начинает прикрывать Нужно рабочих рубить, что ты делаешь, мана, ё-моё Удаёт Ещё одного дрона подрезал, заходит на мейн 6 Так, здесь дрончик идёт, мана не законтролил Забегает, здесь спорка есть Нужно уходить, Элэзер не смог окружить Нужно на вторую, а, здесь тоже спорка доделалась Уже Дарк идёт вниз Ну, кстати, здесь некем его встретить Ну, что ж ты делаешь-то, мана Попадает под спорку Нужно сваливать Вот дроны едут ещё Да всё, пора сваливать Уверсир полетает Всё, мана не ушёл Дарком потерял Дарка в итоге Дрон ошибся, что пришёл Дарка здесь помогать убивать Сразу минус дрон Здесь, на этом турнире, да, только европейские игроки Насколько ты можешь видеть Четвёртая хата пошла Ну, Дарк неплохо поработал, я могу сказать Сейчас будет блин, готов строить суропов Тумана поздняя фаржа Постоянно, единственное, по билду Как-то мне не очень нравится этот момент Ну, мана сам знает, какие билды ему хочет И спорит, какие не хочет Да, варп пошёл Девять гидралов добавляет Так, десять, уже десять Есть двадцать гидралов сейчас будет У Элейзера Он собирается гидролюрой, наверное, прессовать Я так понимаю Так, репту море подбревает Четвёртая у Элейзера Здесь ставится Своя ближняя не стала Вот здесь вот ставить мана Приходит, видит, что четвёртый Не, можно овера подбрить Вон, висит Нелепо здесь овер висит Мана сбревает его Гидры реально много Ой, телепорт домой делай, мана Ё-моё, вот это да, минус армия Это ГГ практически автоматическая Сталкеры на валенке пытаются уйти Сталкеры уйдут Мазеркор просто-то Что мана делает вообще-то Не в сказке сказать Не пером, как говорится, описать Уму не поддаётся Завтыкал, Мазеркор не телепортнул Неужели это Изи 2.0 От Элэйзера Вижу 6 люркеров Люркера, Гидра, Линго, Королева, Прейсинг Сейчас намечается Роба второго нет Если будет дестабилизатор Только один Ефимана по факту заказывает Фотонок мало Здесь армия очень-очень небольшая 43-4 Более чем двукратное преимущество По боевому лимиту Ещё один люр здесь пилится Первый дестабилизатор готов Но что он может изменить Один дестабилизатор Так, чейдинги заходят Рядом здесь Элэйзер Пошёл Залп такой Ну, 3 гидралиски Или 4 там Подбрил Это ничего не даёт Вообще Элэйзер прессует Это, ну, что-то Сегодня прогнозы Вообще не заходят Заходит Элэйзер 153 на 101 по лимиту Короче, разбирает Хлам Просто-напросто Вот Не покидайте стрим Завтра Я покажу вам Что будет завтра Сейчас тут Маначи Теллингов Притается принять Лингов убил Вот По королевам Неплохо зашло От трансьюзеля Сразу же королевы Третий нег Падает 66 по 52 Просто Такую Такие колы Элэйзерман Управлил Манна вообще Сейчас слаб Зазря я в него Поверил Просто фаеркик Что-то непонятно Как-то сыграл Я вам скажу честно Всё больше и больше Люры Манна пока не сдаётся А чём она На что рассчитывала Не понимаю На чём он не сдаётся Вега Изи 2.0 Лейзер Сейчас топ-стар Сделаю Вернусь без задержки Ребят Ребят